Наш комплекс разбили минами, и мой сын получил ранение во время этого. История Ирины сегодня уже не уникальна. На белорусско-украинскую границу ежедневно пребывают люди разного возраста, семейного и социального положения. У каждого свое горе и своя надежда на светлое будущее. Я боялась выезжать, потому что там все, кто выезжал, обстреливали этих людей. И я согласилась ехать только с военными. Я приехала с сыном, привезли нас в военные, в спецназ, на своей военной машине. Приехали из поселка Гастумель, это Ирпень, Киевская область. Пересекли границу, военные врачи его посмотрели и сказали, что ему все-таки нужна помощь, ну, ему нужно в поликлинику под наблюдение. И так мы попали сюда. Здесь, на Полесской земле, часть мигрантов находит приют и кровь над головой, и жизненно необходимую медицинскую помощь, как в случае с сыном Ириной. Мы оказались брошены сами на себя. Вот те люди, которые там остались, 28 человек в нашем комплексе, это из шести домов. Дома многоэтажные, восьмиэтажные. Значит, нам, наши соседи, которые уезжали последние, оставили ключи от своих квартир, чтобы мы могли взять медикаменты, там, продукты питания, которые остались в холодильниках. Никакой гуманитарной помощи мы не получали. Военные нам давали сухпайки и тоже приносили из магазинов нам продукты. Там, все, что мы просили, свечи, спички, там, воду, ну, любую еду. Значит, еще просили антибиотики, они доставали именно такие, как нам нужно было. Часть времени мы находились в своих квартирах, но когда началась уже бомбежка, первая, 21-го числа, именно в нашем комплексе, то тогда мы, ну, начали спускаться в подвалы ночевать. Первую спокойную ночь за эти неспокойные недели Ирина провела в комнате Мозорского общежития, куда сейчас заселяют приезжих. Среди ее соседей Александр. Чтобы добраться в Беларусь из Киевской области, он шесть суток шел пешком. Говорит, когда попал в Наровлю, сразу не мог поверить, что в безопасности. Потом долго приходил в себя от того, какое количество людей готово помочь и поддержать. Я вам скажу, белорусы, вы больше христиане и больше люди, чем некоторые мои соотечества. Вообще, начиная... Ну, все люди просто разобрались, как с человеком. То есть у меня нет... Ну, вот где-то там приняли неправильно или что-то сказали. Любая служба, это миграционная, Красный Крест. На работу я устраивался, это сон. Везде с пониманием, везде очень это... Очень я благодарен... Я просто благодарен белорусам. Сегодня Александр принял твердое решение остаться в Мозре. Ему уже помогли с работой. Миграционная служба занимается документами. После всего, что пришлось пережить в зоне боевых действий, больших планов не строит. Но точно уверен, ближайшее будущее должно быть спокойным. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. Телеканал Мозрь.